Сейчас ей 76, она заслуженный тренер по фигурному катанию, в копилке которой 7 золотых олимпийских медалей. Но счастлива наша героиня была только в третьем браке. Первым мужем-актером не сложилось, второй повесился, а третий жил и работал в Германии, что абсолютно устраивало обоих супругов. Так почему же Татьяна Тарасова так и не познала радость материнства? Она родилась в семье прославленного тренера по хоккею Анатолия Тарасова и с детства встала на коньки. Однако серьезная травма поставила крест на карьере 19-летней фигуристки, но наша героиня не сдалась. Она осталась в спорте, но уже в качестве тренера. А вот свою личную жизнь Татьяна Тарасова не афиширует. Первым мужем стал актер Алексей Самойлов, но амбициозность обоих супругов не оставила молодоженам шанса на тихую и спокойную семейную жизнь. О втором мужу Тарасова не говорит, но мы выяснили, что им был спортсмен-легкоатлет Василий Хоменков. Он даже оставил беременную жену, вторую ракетку СССР Марину Чувырину, ради Тарасовой. Супруга была на седьмом месяце беременности и ждала двойню, но Василий собрал вещи и ушел жить к Татьяне. Однако не все было гладко. Татьяна Тарасова часто звонила свекрови со словами «заберите его». А все дело было в том, что Василий не утруждал себя работой. Он привык жить на всем готовом, ведь относился к золотой молодежи. Как сейчас говорят, был мажором. Это были долгие и мучительные шесть лет, однако в итоге Василия нашли в ванной комнате повешенным. Молодой мужчина сам наложил на себя руки. А вот с третьим супругом Татьяна Тарасова прожила в законном браке 30 лет. Она часто навещала его за границей и специально прилетала на его концерты, а он приезжал в Москву. Ведь последние 20 лет жизни Владимир Крайнев был профессором высшей школы музыки и театра в Ганновере, в Германии. Сейчас Татьяна Тарасова говорит о последнем супруге с любовью, как и живом. Его не стало 12 лет назад вследствие аневризма. А о том, что так и не испытала радость материнства, в программе «Судьба человека» откровенно призналась, что ей было просто некогда. Постоянные сборы и соревнования не давали ей времени на личную жизнь. Ведь бесконечные чемпионаты Европы и мира сменялись Олимпийскими играми. Но она не жалеет. Тарасова говорит, что рядом с ней до сих пор есть дети-племянники и воспитанники. Грустно и досадно становится от таких слов. Ведь главное предназначение женщины в жизни – это продолжение рода. Или действительно талантливые артисты, спортсмены и тренеры призваны быть не родителями, а великими людьми с большой буквы на благо страны и общества? Как вы считаете, из Татьяны Тарасовой вышла бы хорошая мать? Или ее дети росли бы недолюбленными?